Кроме того, что мы делали на месте, разумеется, это можно выполнять и в движении. То есть так, как мы будем применять. Например, делаем с движением вперед. Эдное количество раз. Перехватили, продолжаем движение вперед. Поставили сразу же, если не будет партнер, может выйти и цепь, мы работаем цепью. Потом идем в противоположное управление. То есть взяли на разрыве дистанции. Сделали верное количество раз. Перехватили. Сделали, опять же, то же самое количество раз. И пошли. Проработав таким образом варианты дороже, мы уже можем начать делать некоторые комбинации. Например, взяли, одна впереди. Наносим два удара, двоечка. Когда первый удар на шаге, второй на месте. То есть, раз, два. Эдное количество раз. Включили нижнюю руку. Перехватили. Раз, два. Также эдное количество раз. После чего на мешке встали на некой дистанции. То есть, четко вошли одним шагом, а собратили дистанцию. Или наоборот вариант на разрыве дистанции. То есть, раз, два. На первом же время сделали отшаг и вытянули сперед. Сразу, сделав энное количество раз, грубо говоря, для нижнего уровня. Взяли. Раз, два. Соответственно, с целью. Бам-бам. Разворвали со стопинга. И вернулись в вес шага. Таким образом, можно комбинировать шаги в сторону. Шаги на втором ударе. И тому подобное. Хорошая пара для совмещений. Нижний уровень. Сразу же в верхний уровень. Устремление всегда идет вперед. Независимо от того, что впоследствии вы собираетесь бить. Прямые. Боковые. Либо апперкот. Это уже будет выстраиваться при работе по цели.